11 августа в Верхней Волжи стартовали зональные соревнования регионального этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». В них принимают участие юные спортсмены 2005-2006 годов рождения. Игры проходят в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и Максатьхе. Наша съемочная группа пообщалась с участниками турнира. В этом году «Кожаный мяч» проводится в 56-й раз и является самым массовым турниром по футболу среди детей на территории России. В нашей области игры проводятся в трех возрастных группах – у юношей и двух у девушек. У представителей сильного пола команды разбиты на четыре зоны. Коллективы одной из них выясняли отношения во вторник на поле стадиона «Юность» в Твери. «Спутник Кимры», «Волна Калязин», «Дюш Олимп», «Конакова» и футбольный клуб «Лихославль». Система розыгрыша у нас сегодня в круг, каждый с каждым. Победитель сегодняшних соревнований примет участие в финальном региональном этапе, который пройдет в пятницу на нашем стадионе. С советских времен «Кожаный мяч» зарекомендовал себя как очень серьезный турнир. Для того, чтобы добиться хоть чего-то, даже на региональном уровне, тренироваться надо с ранних лет, как, например, Никита Смирнов из команды «Лихославль». С шести лет начал заниматься футболом. Пришел на тренировку к Максиму Павловичу. Начали тренироваться. Сначала ездили на соревнования, сейчас выигрываем. Нас тренировки четыре раза в неделю. Его одноклубник Дмитрий Деврежбеков отмечает, что «Кожаный мяч» — это еще одна возможность заявить о себе. Особенно, когда ставишь четкую цель профессионального роста. Лет в 17 уже, я думаю, можно играть на каком-то уже более высшем уровне, чем «Лихославль». Ну а потом показать себя. И я думаю, с «Лихославлем» можно попробовать в Тверь, а дальше можно уже как можно дальше. Все участники и организаторы турнира отмечают постоянный рост уровня команд, количество занимающихся футболом. Во многом это стало возможным за счет развития материальной базы по всему Верхней Волжью. «Лихославль» сейчас всеми возрастами участвует. Раньше такого не было замечено. А сейчас у них и взрослая команда, и детьми хорошо занимаются. Поля строятся. Конечно, это большое подспорье для нашего климата — это вот эти искусственные поля. Вот у нас уже 10-12 лет полю, и, конечно, этот толчок дало. В пятницу станет известно юным воспитанникам, какой из команд надо будет паковать чемоданы для поездки в Волгоград. Именно там пройдет финальный турнир, на который соберутся коллективы из всех регионов России.